В детстве всегда было крупным, большим, можно сказать. Никогда себя в обиду не давал. Шустрый был на всякие состязания, всякие мероприятия, активный образ жизни. Все спортивные события, ничего не пропускал. На все праздники, День города, даже везде успевал. Больше о тренировках думал. У меня спортзал, получается, прям напротив школы был. Физкультура, да, это мой любимый предмет был. Математику тоже любил нормально. С русским, с литературой, физика, химия, тяжеловато было. Только о тренировках думал. Почему-то о учебе не очень. Учителя физкультуры очень хорошо ко мне относились. Всегда хорошие оценки были. Знали про мои результаты. С тренерами общались постоянно. Тренера часто приходили и в школу. Тренера объясняли. Ты успевающий спортсмен. Хорошие результаты. С самого начала я пошел на акробатику. Где-то полгода походил, а напротив был в зал бокса. Это на стадионе Труй. Сначала на акробатику ходил, потом в забор. Прелазил и в зал бокса. Пошел на бокс, потом после нее пошел на тяжелую атлетику. Большие травмы коленей получил. Врачи запретили тяжелой атлетикой категорически заниматься. Потом пошел на борьбу. На борьбе нормально участвовал, выигрывал. Соревнования выигрывал. Хороший вид спорта. Беликоримской борьбой занимался. А потом также были большие травмы коленей, которые не получилось вылечить. Пошел пауэрлифтинг. И жим лежа. Понял, что это мое. У меня всегда хорошо шло. С детства даже очень большие результаты были. Ребенка у меня 14-15 лет было. Я 150-160 кг жал. Не сказать, что профессионально с детства занимался. Всегда часто в спортзал приходил. Всегда жал. И когда тренера видели результаты, тренера со стороны, кто пауэрлифтингом занимается, они все в шоке были. Говорят, почему не пойдешь на соревнования выступить? Ну, как-то не хотел. Как-то думал, это вообще маленькие результаты будут. А потом в 2012 году решил пойти. Кубок мира был в 2012 году в Краснодаре. И первые соревнования мои в Кубок мира было. Я это ощущение до сих пор помню. Даже я ночью не мог спать. Просыпался. Уже казалось, что сейчас буду выступать. Ну, собрался. Тренер собрал меня хорошо тогда в тот момент. Объяснил, что я горю. Все нормально, чтобы не нервничал. Все будет хорошо. И все хорошо получилось. Когда познакомились, я был чуть поменьше. И сейчас, как бы, говорили, давай, там уже пора худеть. Хочешь какие-нибудь вещи купить, а таких размеров не существует. У меня хочется, чтобы по стране, конечно, был. Нас познакомили, общались год и поженились. Но она тебя поддерживала всегда, нет? Конечно, в спорте поддерживала. Когда мы познакомились, я всегда по пауэрлифтингу не выступал. Ездил, боролся. Нравилось ей, когда выигрывал. Как бы, знала, что рядом сильный человек в обиду не даст никогда. В школу милиции закончил. Академия МВД на 9-й городе Краснодаре. Тоже постоянно ездил на соревнования по дзюдо, по самбо, в разные города. Я работаю только ночные смены. Потому что утром надо днем чуть-чуть поспать. И на тренировке. Тренировки немало времени занимают. Бывает даже 4 часа в день. Прихожу в спортзал и нахожусь там 4 часа. И поспать совсем мало времени. Из-за этого у меня ночные. И мне нравятся ночные, не скучные смены. Давно было, когда на машине застряли. Раньше тяжелой атлетикой, когда занимался, 15 лет, килограмм 240, когда приседал. И ноги огромные всегда были. Спина хорошо работала. И взял тогда машину за бампер, выточил ее. И все там удивились, как это возможно было. А что за машина была? Томская ВАЗ-21-07, 2-7. Она залетела в кувет, взял ее как на тягу. Раз, переставил, нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отец всегда поддерживал. Маме как-то не то было, когда придут, бывает там после соревнований, там с синяками, с синяками, с переломами. Мама, конечно, говорила, хватит, сынок, завязывай. Особенно, когда вообще травмы колена были, колен. Тогда родители уже настаивали, говорят, все, хватит, прекращай, не надо. И не мог остановиться. Всегда чувствуются как будто пределы. Ну, ты вот, пожалуй, например, 257, все, уже тормозов нет. Хочется 260, 260, 30, ставишь цель. Потом 262,5 будет. И не знаю, когда предел будет. Я намного больше хочу 270 достижать. И надеюсь, что с каждым соревнованиями, с каждым годом мы будем перебивать и перебивать рекорды. Рекордов не будет конца. 257,5. Это не только рекорд мира, это еще и абсолютный рекорд России, чтобы больше в весах даже никто не поднимал, в различных весах категории. Ну, честно сказать, по секрету, я недавно 260 пожал на тренировке. Жду, когда соревнования будут. Субботов официально. Официально, да. И хотелось бы там 263 пожаловать. Это будет уже абсолютный рекорд мира. Абсолютный рекорд мира – это 262,5. Это в категории свыше 140 килограммов поставили. А я вот хочу 125-й перебить абсолютный рекорд мира, поставить 263 килограмма. Ну, конечно, все реально в жизни. Абсолютный рекорд мира. Субтитры создавал DimaTorzok